Я думаю, одним из самых популярных домашних растений является фикус. И любят его за то, что он достаточно прост и неприхотлив в уходе. Но вдруг, неожиданно, фикус начинает сбрасывать листья. И относится это и к фикусу бенджамина, и к фикусу микрокарпа, и к фикусу генсенг, и к фикусу бонсай. И это может происходить либо из-за естественных причин, либо растению не нравятся те условия проживания, в которых он находится, либо цветок заболел. В любом случае, нужно не просто бить тревогу по этому поводу, а найти причину и предпринять определенные действия, чтобы помочь растению. В этом видео давайте рассмотрим, почему фикус вдруг начинает так себя вести, и какие действия нужно предпринять, чтобы не просто остановить листопад, но и чтобы растение справилось и пошло снова в рост. Я рада видеть вас снова на моем канале о цветах. Это Светлана. Причина первая. Естественный сброс листьев. И сразу хочу отметить, что сбрасывание небольшого количества листьев в осенне-зимний период – это нормальное явление у фикусов. Это происходит потому, что с началом холодов у фикусов начинается период покоя. Хотя этот период покоя не особо выражен, однако все процессы жизнедеятельности у него замедляются. И именно в этот период фикус начинает менять свой зеленый покров, сбрасывая при этом старый. При этом опасть могут от 10 до 20% листвы. Обычно листопад начинается снизу, листья начинают желтеть, затем они усыхают и потом они падают. Но при естественном сбросе листьев новые листочки растут практически сразу. Если же такой листопад случился у вашего фикуса не в осенне-зимний период, либо же новые листочки не растут, то это означает, что есть другая причина такого его поведения. Причина вторая. Изменение привычных условий. Фикус не любит перемен. Он не любит, когда его дергают с места на место. Даже если вы просто поменяете местоположение в пределах одной комнаты. Потому что такая смена является для него стрессом. Поэтому переносить горшок с места на место не стоит. Даже если относится это к выносу горшка в летнее время на балкон или лоджию. Тем более, потому что фикус очень чувствителен к перепаду температур. А это следующая причина. Одной из самых распространенных причин, из-за которых фикус начинает сбрасывать листья, является неподходящая температура в комнате, где растет фикус. Так вот, самой оптимальной температурой для роста фикуса является температура 25 градусов Цельсия летом и 16-18 градусов зимой. При этом фикус не выносит холодов. Поэтому лучше не ставить горшок на холодный подоконник. Либо же не ставить его также на мраморный, либо кафельный пол. Если же нет необходимости убрать горшок в другое место, то можно его поставить на пенопласт, либо на коврик. Это необходимо для того, чтобы растение не замерзло. Иначе оно начнет сбрасывать листья. Если же фикусу будет слишком жарко, то листва начинают вянуть, желтеть и опадать. Поэтому лучше контролировать температуру. Что еще нужно избежать в отношении температур, так это не ставьте горшок рядом с отопительными фиборами, а еще фикус не выносит сквозняков и вообще любых перепадов температур. И этому есть объяснение. При сквозняке получается, что часть растения и его корни находятся в одном температурном режиме, тогда как другая часть растения охлаждается. Так вот та часть, которая охлаждается, в ней замедляется потребление питательных веществ, тогда как в другой части питательные вещества расходуются как прежде. И вот эту часть, где идет замедление питательных веществ, иммунная система растения считывает как развитие заболеваний и запускает процесс отмирания. Фикус начинает формировать новые ветви, а та часть, которая стоит на сквозняке, начинает отмирать. Так вот, если листья опадают только на нескольких определенных ветках, то причина этому сквозняки. Следующая причина – освещение. И если освещение неправильно, то фикус очень активно начинает сбрасывать листья, показывая таким образом, что ему некомфортно. Таким образом выражая свое неудовольствие. Так вот, если растению слишком темно, то листья постепенно мельчают и начинают опадать. Если же горшок стоит в таком месте, что на него попадают прямые солнечные лучи, то на листьях образуется солнечный ожог, и растение от них избавляется. То есть он их сбрасывает. Чтобы этого избежать, фикус нужно размещать в таком месте, где есть достаточно света, и к тому же при этом, чтобы фикус получал солнечные лучи, но не продолжительное время. А в зимнее время хорошо подсвечивать фикус лампами дневного света, либо фитолампами. И следующая причина – это подкормки. Так вот, одной из причин, почему опадают листья, либо же листья растут очень маленького размера, это недостаток питательных веществ. Происходит это потому, что растению не хватает микроэлементов и веществ, которые необходимы ему для роста. Наступает истощение, листья становятся вялыми и блеклыми, и потом опадают. Если же вы недавно пересадили ваше растение, то подкармливать его не нужно пару месяцев, потому что в грунте достаточно питательных веществ, а их переизбыток может просто сжечь корни. Для подкормки подойдет комплексное минеральное удобрение, но лучше всего, если вы купите специальное удобрение с надписью «Для фикусов», потому что именно в нем подобраны все вещества, все микроэлементы, которые нужны именно этому растению. В зимнее время, когда рост и развитие растения замедляется, то его достаточно подкармливать не чаще одного раза в месяц, и то половиной дозы. В период же с начала весны и по осень нужно подкармливать каждые две недели. И следующая причина – неправильный полив. И правило полива здесь следующее. Переливать фикус нельзя, так как во влажной почве активируется процесс загнивания корней. При поливе нужно соблюдать правила двух сантиметров. То есть поливать нужно тогда, когда верхний слой почвы просовлет на глубину двух сантиметров. Если проблема с поливом решается сразу же, то фикус восстанавливается сам по себе, без особых осложнений. Если же процесс затянут во времени, то это либо приводит к отмиранию определенных веток, и тогда на этих ветках полностью опадают все листья, либо же это приводит к грибковому заболеванию всего растения. Если же растение вовремя не поливать, то фикус запускает процесс кислородного голодания, от которого сначала нежные, а потом и все остальные листья сначала желтеют, затем скручиваются и потом опадают. Поливать растение нужно не чаще одного раза в неделю, причем отстойной водой комнатной температуры. Что касается влажности, то фикус не любит сухой воздух, поэтому независимо от того, поливаете вы его или нет, очень полезно опрыскивать его, либо протирать листья влажной тряпкой. А еще полезно фикус периодически купать. Перед тем, как купать, прикройте землю и обрызгайте теплой, не холодной водой. И сразу после душа не выносите фикус из ванны, потому что, помните, фикус не любит перепады температур, иначе он может переохладиться, либо попасть под сквозняк. А с его мокрыми листьями это может привести к еще худшему результату. Листья начнут вянуть и затем опадать. Пересадка. И правило здесь следующее. Пересаживать фикус нужно каждый год весной до 5-летнего возраста. После 5 лет рост фикуса замедляется и пересаживать можно будет 1 раз в 2-3 года. Сам процесс пересадки несложный. Нужно подобрать горшок, диаметр которого будет на 2 см больше, чем предыдущий. Обязательно удостоверьтесь, что в горшке есть хорошее дренажное отверстие, и в качестве дренажа можно использовать керамзит. Так вот, слой дренажа или слой керамзита должен быть 1,5-2 см. Что нужно сделать? Это прежде всего хорошенько полить растение, чтобы можно было проще его вытащить из старого горшка. Затем отряхнуть слой земли и тщательно осмотреть корни. Срезать подгнившие и мягкие корни, если они имеются. И затем поставить это растение в новый горшок, в котором уже насыпан слой керамзита и небольшой слой земли. Затем оставшуюся пустоту между растением и стенками горшка нужно засыпать землей. И после этого обязательно полейте растение в конце пересадки. Есть еще две причины, из-за которых фикус сбрасывает листья. Это вредители и болезни. Вот об этих двух причинах я расскажу в следующем видео. Благодарю вас за просмотр. Если видео было вам полезно, пожалуйста, поставьте лайк, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Здесь будет еще много интересного о цветах и не только. До свидания. До свидания. Продолжение следует...